Мы очень счастливы с пресс-сезоном. Мы успели получить почти всех игроков в пресс-сезон. Единственное, что было бы Рифат, который был в первой неделе. Но, кроме Рифат, я думаю, мы работали с entire squad в последние четыре недели. Поэтому они в хорошем форме, несмотря на то, что это короткий пресс-сезон. Они в очень хорошем форме. И мы надеемся в первую очередь. Йозеф Цинбаур присоединился к Локомотиву на этих сборах. Сегодня провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера. Как вам взаимодействие с Йозефом? Что вы можете рассказать об этом процессе? Первое, все знают, что я еще не имею лицензу, чтобы быть главным тренером. Поэтому мы должны получить кого-то в нашу команду, который имеет, первое, опыт и про-лицензу. И мы нашли в Йозефе кандидат. Мы работали в этой команде. И теперь у нас есть главный тренер, который имеет опыт, полный энергии. И хочет быть частью нашей уже существующей и функциональной команде. Можете для болельщиков рассказать чуть подробнее, как строится ваш процесс подготовки и тренировки? Потому что болельщики очень тем интересуются. Все уже испытали, что изменилось в стиле футбол, в конце концов. И мы продолжали так же. Мы привели новую философию, новый стиль. И когда лету ведет от своего своего друга, огромная, большая скорость. И когда полетит у нашего поля, большая скорость и между собой. И как я уже говорил, мы уже находились в этом команде. И теперь у нас есть строй, есть еще один коллег. У нас только жестовый, и увеличивается. И мы подготовим для предприятий всем вместе. Мы делаем хорошую коммуникацию. в тренировочной степени. Это как мы построили эту предсезон, чтобы улучшить парни, чтобы улучшить парни, чтобы они становятся лучше, и получать более осознанными и получать автоматизм. Мы очень счастливы с процессом, но это не так, поэтому мы должны продолжать работать неделю за неделю, чтобы сделать парни лучше, чтобы сделать парни лучше, и сделать парни больше и больше, и чтобы это становиться нашим ДНС. Сейчас завершается цикл подготовки к нашему ближайшему сопернику, Пари Нижний Новгород. В каком состоянии сейчас команда, футболисты, как вы оцениваете готовность команды к первому матчу? Я думаю, что в прошлой неделе фанаты и люди, которые смотрели на телевидении, могли увидеть, что первые 70 минут были хорошими. Мы играли хорошо в следующей неделе, мы получили 3-0 лид, но, как ожидалось, в тот момент предсезон, в последнее время было немного вниз. В последние 20 минуты мы физически строгали немного, но это было бы, что мы ожидали. Но мы очень счастливы с первыми 70 минутами, в последнее время и в последнее время мы будем в хорошем форме на сентябре, чтобы открыть сезон, с победой в доме. Какой игры вы ждете от нашего соперника? Это не так долго было, что мы играли против Нижний. Мы играли в апреле против Нижний, но они имеют новый тренинг. И мы уже видели в предсезон, что их стиль в футбол изменился. так что они могут быть более агрессивными, более активными. Они пытаются прессить более чем они уникали с новым тренингом. Они имеют хорошую тренинг, которую они уже видели в последнее время. Но мы уже знаем много своих игроков, потому что в основном футболе осталось. Это не будет простой игрок. Нижний против Нижний не будет простой. Поэтому мы должны показать наиболее лучшую сторону или лучшую сторону чтобы держать эти тренинги в доме. Вы хорошо уже говорите по-русски. Скажите какие-то напутственные слова нашим болельщикам перед стартом сезона? Я очень рад, что сезон начался сейчас. И я надеюсь, что я увижу вас в стадионе.